В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главная тема выпуска. В Видном состоялся итоговый областной форум Управдом. Сфера ЖКХ, она очень живая. Достаточно много проблематики и вопросов. Нам хотелось сегодня сделать нововведение. Заветные ключи. В муниципалитете в этом году сразу 10 детей-сирот получили квартиры. Я считаю, что это святая наша обязанность. Пусть станет той отправной точкой, на которой вы построите большой-большой свой уютный дом. На нашем телеканале прошла экскурсия для старшеклассников из поселка совхоза имени Ленина. Кабинка звукозаписи меня очень поразила. Я попробовала сказать. В Дворце спорта «Видное» прошел итоговый областной форум Управдом. Масштабное мероприятие организовано Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов Московской области. Подробности узнаем у Натальи Буслаевой. В Ленинском городском округе состоялся итоговый областной форум Управдом. Главное преимущество этого мероприятия в том, что жители могут напрямую обратиться к представителям различных организаций, работающих в сфере ЖКХ. В форуме Управдом, который состоялся во Дворце спорта «Видное», приняли участие около 300 человек. Мероприятие уникальное. Во-первых, по охвату и кустовому, и для прилегающих территорий. Во-вторых, по представленным здесь предприятиям жилищно-коммунального хозяйства и смежных отрастей здесь и Ирцинас, и представлена отрасль социальной газификации. И вот то, что здесь сегодня будут не просто большие начальники, а люди, знаете как, авторитетные, практически, которые, что называется, своими руками попробовали практически каждую проблему, которая возникала в разных уголках Московской области, не только. В этом и есть, на самом деле, уникальный опыт, способность задать вопрос, получить конкретный ответ. До начала официальной части мероприятия представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и служб провели прием граждан и ответили на интересующие их вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Здесь присутствует МОЗ «Обл-Ирс», здесь присутствует газовое хозяйство, здесь наши все службы присутствуют, службы Ленинского городского округа. Жители могут задать любой вопрос, решить его, если даже они сегодня не получат ответ, но министерство возьмут на заметочку, обязательно им ответят, то есть с обратной связью. Елена Клюкина, представитель управляющей компанией «Усадьба Суханова», рассказала, что формат мероприятия позволил решить многие вопросы жителей их микрорайона. «Подходила к главе, пригласила главу на территорию нашего ЖК, поскольку наша ЖК молодой, нам 4 года, мы расположены на границе с Подольским городским округом. Есть какие-то примеры положительные, есть отрицательные». В этом году для удобства жителей была организована прямая трансляция форума. «Сфера ЖКХ, она очень живая, достаточно много проблематики и вопросов, и нам хотелось сегодня сделать нововведение, которое мы сделали. Это прямая трансляция через YouTube, через сайт про ЖКХ, поскольку очень важно заглянуть за горизонт событий, чтобы мы показали, что ждет сфера ЖКХ в Подмосковье впереди». Стоит отметить, что форум «Управдом» уже несколько лет проходит при поддержке Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области. «Я считаю, что мы единственный субъект, где народовластия через федеральный закон о советах многоквартирных домов, через жилищный кодекс, имеет реальную основу, реальную власть. Значит, это те люди, которые могут в любой момент обратиться на любой уровень нашей региональной власти, через нас обратиться к федеральным властям и, в общем-то, получить помощь и поддержку». Выступающие затронули разные стороны жилищно-коммунальной сферы. Губернаторская программа «Чистая вода» – одна из приоритетных в регионе. «Мы сейчас начинаем планомерно реализовывать, прорабатывать программу именно по сетям, по водоснабжению, чтобы максимально увеличить подачу чистой воды, которую мы имеем на подъеме, непосредственно в дом». Одна из главных задач форума – разъяснение современных норм законодательства в сфере ЖКХ. Докладчики говорили о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами, капитальном ремонте домов, а также работе управляющих компаний. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ежегодно жители Ленинского округа, оставшиеся без попечения родителей и достигшие совершеннолетия, получают свое пользование квартиры от государства. На этот раз сразу 10 детей-сирот стали обладателями заветных ключей. Слово Дмитрию Книги. В здании администрации состоялось вручение ключей от новых квартир для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 10 юношей и девушек, достигших 18 лет, стали счастливыми обладателями собственного жилья. Поздравил с этим событием и вручил заветные ключи ребятам лично глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Для вашего опекуна очень важно поставить вас на лыжную, чтобы дальше вы скользили, по ней уже жизнь была там, будем считать, гладкой. Но вот то самое ваше личное самостоятельное жилье, которое государство, я считаю, что это святая наша обязанность, это пусть станет вот той отправной точкой, на которой вы построите такой большой-большой свой уютный дом. Традиционно в таких случаях, кроме собственных ключей, администрация дарит памятные подарки. На этот раз молодые люди получили сертификаты на новые стиральные машины. После торжественной церемонии и общего фото на память, новоселы отправились принимать свою новую жилплощадь. Все квартиры расположены в микрорайоне Пригород Лесное. Квартиры все в новостройке. С площадью у них 31, там 30 до 33 квадратных метров. Шикарные балконы огромные. Кому тоже как повезет, кого-то побольше, кого-то поменьше. Впервые зайдя в свою квартиру, Егор Зеленов с интересом стал осматривать помещение. Светлые стены, просторный балкон, удобный санузел. Сейчас юноша учится на втором курсе колледжа «Московия» и в будущем планирует стать автомехаником. Новая квартира станет отличным подспорьем для взрослой самостоятельной жизни. Я представляю, как я буду ходить по этой квартире. Где я буду спать, где буду есть, где умываться, где я буду на балкон выходить. Теперь молодых людей впереди ожидают не только приятные предновогодние хлопоты, но и новоселья. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Строительство новой школы, организация спортивного зала, отсутствие дорожной разметки. Эти и другие вопросы удалось сдвинуть с мертвой точки на приеме сенатора Российской Федерации Ольги Забраловой. Встреча прошла в Видном. Видновчанин Владимир Викторович Шустав до приема у сенатора Российской Федерации Ольги Забраловой уже обращался со своей проблемой на портал Добродел. Его беспокоит опасный автомобильный участок возле школы номер 4 и дома 14 по улице Гаевского. По утрам здесь довольно интенсивное движение машин и одновременно множество школьников переходят дорогу спеша на занятия. Но разметки и лежачих полицейских там нет. Владимир Викторович попросил разобраться в ситуации и помочь сделать улицу безопасной для маленьких пешеходов. Мы тогда отработаем с нашим министерством транспорта обязательно. На контроль сама возьму. Необходимо нанесение дорожной разметки, то мы это сделаем. У Видновчанки Оксаны Лапиной в той же четвертой школе учатся дети. Ее беспокоит также отсутствие гардероба в учреждении. Школьники вынуждены верхнюю одежду и обувь нести в классы. А старшие классы в кабинетах классного руководителя, лаборатория, вот у него учитель химии, классный руководитель. Как рассказала первый заместитель министра образования Московской области Елена Михайлова, которая также присутствовала на встрече, оборудовать раздевалку должны к августу следующего года. В следующем году уже выделено финансирование и на первом этаже будет устроен гардероб. Просто мы это возьмем на контроль. Сенатор Ольга Забралова призвала ускорить процесс и попробовать обустроить раздевалку уже в дни новогодних школьных каникул. Не все заявители смогли присутствовать в этот день на приеме. Свои вопросы они озвучили по телефону. Были вопросы связаны со строительством новых объектов, с предоставлением мест. В детских садах мы обсудили некий дефицит мест, а в Ленинском городском округе, который мы тоже сейчас будем решать. Все поднятые на встречу вопросы сенатор Ольга Забралова взяла под личный контроль. Добрый открытый человек, друг, наставник, проводник в удивительный мир музыки. Так говорят о Михаиле Давыдовиче Рачевском, его ученике, актере оперной студии «Гармония». О том, насколько сплоченным был коллектив под руководством композитора и автора почти двух десятков опер, показал вечер, посвященный памяти маэстро, который состоялся в минувшие выходные во Дворце культуры города Видное. Минувшим летом не стал руководитель оперной студии «Гармония» Михаила Рачевского. Почти 40 лет он посвятил педагогике и музыке. Вечер памяти друга и наставника подготовили его ученики. Александр Гаврилин подростком пришел в оперную студию и сегодня, спустя много лет, считает. Знакомство с Михаилом Рачевским стало одним из самых значимых событий в его жизни. Очень большой вклад внес Михаил Давыдович в мой багаж знаний духовных и музыкальных. Один из самых главных учителей в моей жизни. По одному произведению в год писал композитор и вместе с учениками ставил на сцене детской школы искусств. Всего 17 опер, среди которых «Кот в сапогах», «Мастера Маргарита», «Ромео» и «Джульетта». Свои же лучшие оперы Михаил Давыдович считает «Княжную мэри». В этом году отмечается 30 лет с момента основания оперной студии. На концерте, посвященном памяти композитора, выступали взрослые, состоявшиеся люди, которые начинали свой творческий путь совсем юными. Не все они стали профессиональными артистами, но любовь к музыке и сцене живет в каждом. И благодарят они за это своего учителя. У нас очень сплоченный коллектив был. Во-вторых, это, как сказать, если бы, наверное, не Михаил Давыдович, я бы не знаю, кем бы мы выросли. Он был не только моим учителем, он был моим другом, наставником. Я вообще сама пишу стихи, практикуюсь в поэзии. И Михаил Давыдович мне показывал, как нужно правильно считать рифмы, считать строки, откуда брая вдохновение. Михаил Давыдович для меня всегда проводник в какой-то удивительный мир музыки, творчества. Для каждого из нас он вдохновитель, для каждого из нас он друг, возможно, член семьи. Наша опера – это одна большая семья. И это было очень заметно. Творческий вечер получился душевным, трепетным. Чувствовалось, что каждый, кто принимает в нем участие, до сих пор ощущает рядом присутствие своего педагога. Это был добрый, открытый человек. Он очень любил всех своих учеников, неважно даже, как они пели. То есть это проскакивает, к сожалению, на концерте. Но ему не важно было, как человек поет. Ему важно было, что он постоянно ходит, что он старается. И давал обязательно роли даже малопоющим людям. Поэт и близкий друг Михаила Рачевского Анна Истомина прочитала отрывок из книги под названием «Цикл жизни. Глава Миша Рачевский». И это выступление стало еще большим подтверждением того, что Михаил Давыдович был человеком удивительным. А завершился вечер финальным хором из оперы «Огниво». Зимный мир о сироте, когда вдруг без тебя остался. Татьяна Брылова, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Центре социального обслуживания «Вера» прошла выставка-ярмарка «Добрый свет». Участники программы «Активное долголетие» представили свои самые лучшие работы в различных техниках. На праздники рукоделия и творчества побывала Галина Житкова. Яркий калейдоскоп рукодельного творчества с порога поражал воображение гостей выставки «Добрый свет». Реальное тепло исходило не только от сшитых собственными руками одеял, но и живописных картин, на которых запечатлены памятные моменты ушедшего лета. Все эти работы сделали наши участники программы «Активное долголетие». И поэтому мы решили сделать вторую выставку, предновогоднюю такую выставку, чтобы наши посетители, наши гости, гости города и наши горожане могли посмотреть, сколько техник вообще существует различных по творчеству. Более 500 изделий от 30 мастериц представлено на ярмарке, которую посвятили Международному дню инвалида. Каждая рукодельница выбрала лучшие из собственной коллекции, а создано немало интересных работ. Занятия ведут опытные педагоги, которые помогают старшему поколению максимально раскрыть свои таланты. У меня нет одинаковых картин, чтобы люди делали. Вот пришли, принесли картинку. Хочу такое, но хочу в объеме, хочу в пространстве. Я разрабатываю чертежи, и мы уже думаем вместе, как это создать, где взять бумагу, какой техникой это будет сделано. Елена Салинин на выставке представила живопись и керамику. В центре опытный педагог ведет кружок арт-терапии. Рассказывает, что на занятиях работают немного в другом направлении, что помогает участникам программы «Активное долголетие» достичь определенных результатов. Это вид деятельности, который помогает людям приобрести в себе уверенность какую-то. Многие с детства мечтали рисовать, но стеснялись держать даже кисточку, потому что они не умеют этого делать, и они себе это внушили. Я стараюсь опровергать эти стереотипы. Акварели, оригами, квилинг, мыло, шапочки, кофточки и батик на шелке представленные разнообразие изделий удовлетворит вкус любого взыскательного покупателя. Каждый гость приглядывал эксклюзивное изделие, что займет место в новогоднем интерьере собственного дома. Чтобы пожилые люди узнали, не оставались дома, не чувствовали себя забытыми, чтобы приходили, общались. И важно не только какая-то работа, моторика, а именно общение. Чтобы люди чувствовали себя востребованными. Выставка-ярмарка «Добрый свет» дала старт большому циклу новогодних торжеств, что пройдут в Центре Вера в преддверии праздника. Участники программы «Активное долголетие» готовят друзьям и близким новые сюрпризы, сделанные своими руками. Галина Житкова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В средней школе поселка Совхоза имени Ленина продолжается работа по федеральному проекту «Билет в будущее». С его помощью ученики с 6 по 10 класса узнают о разных профессиях, что должно помочь им в выборе специальности, которой они хотели бы посвятить свою жизнь. В этот раз ребята пришли на телекомпанию «Видное ТВ», где для них провели полуторачасовую экскурсию. Это такое у нас помещение, где мы все вместе собираемся, устраиваем мозговые штурмы, придумываем всякие творческие задумки, по которым потом реализуем. Но самое интересное, конечно, мы сейчас вам покажем дальше. Пойдемте. Как создается телевидение? На этот вопрос ребятам помогла ответить журналист и автор программ Юлия Погосян. Она вместе с коллегами рассказала, как производятся телепрограммы, показала вещательное и съемочное оборудование. Смогли они увидеть и процесс записи ведущего новостей в студии. Поехали. Видно, на Аллее Славы прошел торжественный митинг и церемония возложения цветов к вечному огню. В экскурсии приняли участие ученики средней школы поселка Совхоза имени Ленина. Многие из них занимаются в кружке журналистики и выпускают газету. Здесь же можно было попробовать себя в новом амплуа телевизионного корреспондента. Начинай. Чудеса начинаются. Так называется серия праздников, организованных в рамках областной акции «Зажги елки» в Ленинском городском округе. Кабинка звукозаписи меня очень поразила. Я попробовала сказать. Конечно, было волнение, но в целом, я думаю, получилось неплохо. Очень благодарна за такой опыт. В проекте «Билет в будущее», в рамках которого ребята посетили телекомпанию «Видное ТВ», участвуют более трех тысяч школ по всей России. Таким образом, ученики имеют возможность познакомиться с различными профессиями. И в этот раз, похоже, многим работа на телевидении понравилась. Сегодня удалось для себя лично выяснить, что-то подходит ли мне это или нет. Я поняла, что, возможно, даже хочу попробовать себя в этом. 26 лет вещает телеканал «Видное ТВ» на территории Ленинского городского округа. О профессиональном уровне сотрудников красноречиво говорят многочисленные фестивальные награды. А подобные экскурсии для школьников проводятся здесь постоянно. Так как у нашей школы есть клуб журналистики, а также дети, которые интересуются журналистикой, мы решили, что визит на «Видное ТВ» будет самым оптимальным вариантом познакомиться поближе с журналистикой. Они впервые видели живых корреспондентов в работе, операторов, режиссеров. Они видели живую запись. И это самое ценное. Продолжение проекта «Билет в будущее», который реализуется при участии главного акционера ЗАО «Совхоз имени Ленина» агрохолдинга «Рота Агра» будет совсем скоро. Ребята посетят муниципальный центр спорта поселка Совхоза. Там они поближе познакомятся с работой тренеров. Юлия Погосян, Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. «Видное ТВ». И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.